Таймницы, слова и думки. 11-й год за пор в Брестском Державном Университете имя Пушкина проходит открытый конкурс читальников. Все лета он, присвященный 85-й годю, с дня народжения вядомого белорусского поэта Нила Гелевича. Катерина Страха поспробовала раскрыть новые таймницы уже добро знакомых вершев. За кулисами опушния хвилины подрыхтовки до свято-поэзии. Пятикурсница Олеся Симановская спробует узнавить в образ с американской кинодивы 50-х Мерлин Монро. Старая на малю стрелки на ватшах подфарбовывая в устной яркой помадой. На конкурсе она докламует верш Андрея Вознесенского монолог Мерлин Монро. Андрей Вознесенский, он как-то написал, вот как она говорила бы сейчас про свою жизнь. И вот с такими вкраплениями авторскими. А вот ясшедно удернется конкурсу Ганна Марчук выбрала твор у Владимира Высоцкого. Красивых любят чаще и прилежней. Веселых любят тоже, но быстрей. И молчаливых любят только реже. Зато уж если любят, то сильней. Не обязательно быть красивой. Можно быть и скромной, тихой, сидеть, читать, уметь читать книги, уметь любить литературу, какие-то стихи и произведения. И тебя все равно будут любить. Ведь красота важна душевная. 11-й конкурс читальников просвятили юбилею ведомого белорусского поэта Нила Гелевича. Тому головную роль отвели и белорусскому слову. И где-то там зробилися нелюди. Зверли его под угадным только этим набрыгом немцам. Это как разумеет то, как же так можно, как свои, своих. Все лета увлеку дельников открытого университетского конкурса «Таемницы слова и думки» студенты региональных ВНУ, наученцы гимназий и лицеев. Утягу около 30 человек. У склада профессийного жюри – кандидаты филологичных наук, доцентры кафедры журналистики Брестского университета имя Пушкина. Основная мета этого конкурса – поддержка тренировочной молодости, поддержка цикавости до мастацкого слова, утемлику белорусского, русского слова, ну и рабочая мова, так само и украинская. Критерии этого конкурса традиционные для таких мероприемств – это умение промовлять пригожи, делать это эмоционально. Так само умение оценивается створить сценичный образ, лепших вызначили у двух номинаций. Хаутерское читание, выполненное мастерство. Проможцу и призеру ознагородили дипломами и памятными подарунками. Катерина Страха, Сергей Мацвишук, телерадио-компания «Брест».